Неправильное лечение горла, да, изначально способствует танзелиту. А как же вот эти анатомические особенности, когда лакуны слишком большие или их слишком много, и там легче этим конкрементом откладываться? Нет, Юлия, не так. Значит, смотрите, какая история. Родители нам дали... Родители нас в идеале, да, родили здоровыми, дали нам здоровье. Родители нас правильно кормили, и бабушки, и дедушки в том числе. Родители создавали нам предпосылки и условия, чтобы мы в детстве занимались спортом, и это правильно. Это не пустые слова. А дальше, когда мы начали уже взрослеть, я сейчас, так сказать, это отсыл к своим детям, но вряд ли они смотрят, но ваши дети тоже, наверное, не смотрят, но вы, пожалуйста, задумайтесь об этом. Дальше мы говорим о сне, потому что сон и иммунитет связаны напрямую. И хронический танзелит, как и синусит, это два состояния, которые напрямую являются социальными заболеваниями. Если вы плохо питаетесь и неправильно питаетесь с подросткового возраста, это ужасно. Если вы плохо спите, это неправильно. Если нарушен режим труда и отдыха, это тоже неправильно. Это все то, что будет способствовать развитию хронического танзелита. А если и случится ангина, которая будет лечиться неправильно, я вас уверяю, хронический танзелит не заставит себя долго ждать.